Продолжаем выпуск. Доходы и расходы. В Саратове прошло очередное заседание Городской Думы. Самые обсуждаемые проблемы – необходимость повышения стоимости проезда в городском электротранспорте и распределение бюджета. Но основной вопрос повестки дня – все же отчет главы города Олега Грищенко о проделанной работе. Обо всем по порядку смотрите в нашем следующем сюжете. Повышение платы за проезд в трамваях и троллейбусах в центре обсуждения на очередном заседании Гордумы. Стоимость перевозок предлагается увеличить с 15 до 17 рублей. Такое повышение, говорят народные избранники, хоть и незначительная новая цена проезда останется ниже, чем в других городах ПФО, зато улучшит положение городского электротранспорта. Фактически закупка запчастей меньше в четыре раза необходимого размера нормативных затрат, то проведение капитального ремонта у нас вообще не проводится. Тот же транспорт, который находится в высокой степени износа, так как средства на данной цели выделять не представляется возможным. Поэтому эта мера повышения тарифов является объективной, и это действительно необходимо делать. Говоря о финансах, обсудили народные избранники и распределение бюджетных средств. Дополнительные деньги направили администрации города на содержание ливневой канализации, вывоз мусора, освещение города и подготовку его к новогодним праздникам. К сожалению, Саратов уже давно живет в рамках ограниченного бюджета, а собранные здесь налоги уходят в федеральную и областную казну. Но к этому городская власть относится с пониманием, ведь у областных чиновников есть свои приоритеты. Губернатор сделал на 10 миллиардов дорог в области и открыли очень серьезные такие направления. Это тоже неплохо. Если город еще немножко может потерпеть и подождать, подужаться, то областные дороги тоже надо делать. Там тоже люди живут и тоже ездят. А это показатель еще и для губернии в целом, если губернские дороги плохие. Отстоять интересы города и региона, считает Олег Грищенко, эффективнее всего на федеральном уровне. Ведь именно там решаются основные вопросы финансирования. Проработав долгое время, есть понимание того, что на этом уровне решить те проблемы, которые нас окружают и с которыми мы живем в городе, их невозможно. Конечно, нужен другой уровень. Нужен уровень федеральный. Это, скорее всего, депутат Государственной Думы, с которым можно уже выступать на других площадках и бороться за муниципалитеты, за регионы. Есть опыт, есть знания, есть желание это делать. Если избиратели примут решение и поддержат меня в этом начинании, то я готов поработать еще и на город и на регион в целом. Сегодня муниципальной власти приходится работать в сложной финансовой обстановке. Но, несмотря на это, город живет и развивается. Благоустраиваются зеленые зоны, идет работа с точечной застройкой, строятся детские сады и новые микрорайоны. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.